Заселение в общежитие, как будет проходить сессия и какие новшества ожидаются от Казанского университета, обсудили в прямом эфире. Смотрим. Прошел прямой эфир, посвященный вопросам иностранных студентов. Обучающиеся смогли задать вопросы в чатах социальных сетей, а также офлайн. На них ответили проректор по внешним связям Казанского университета Тимирхан Алишев и директор департамента внешних связей Казанского университета Ольга Вершинина. Одной из тем стал отток иностранных студентов из России. Мы видим некоторое увеличение количества переводов в свои вузы в зависимости от той страны, где проживают студенты. Достаточно объяснимо. В основном переводы осуществляются в наши партнерские университеты. У нас есть заключенные соглашения с этими университетами и в соответствии с ними студенты зачисляются на бюджет, на контракт в эти университеты для того, чтобы им было просто удобнее учиться. То есть они хотят взаимодействовать с преподавателями, в том числе контактный формат обучения. Студентов интересовал вопрос особенностей размещения в общежитиях в этом году. Сегодня были вопросы относительно того, как будет учиться рейтинг для тех студентов, кто находится за пределами, кто еще не въехал. А вот сейчас разрабатывается особая система бальной рейтинговой для вот этой категории студентов. Мы, безусловно, учтем ту ситуацию, в которой они находятся. То есть они не могут участвовать во многих внеурочных мероприятиях сейчас, находясь здесь. Поэтому, безусловно, они не будут поставлены в какое-то ущербное положение. И мы учтем их активность образовательную, прежде всего, учебную, успешность в принятии решений относительно их будущего проживания в общежитиях. У многих иностранных студентов возник вопрос также и о том, как решить сложности с миграционным учетом. Многие ожидают продления визы регистраций. Казанский федеральный университет также пытается помочь им в этом. Сейчас разработали специальный телеграм-бот. В чате телеграм можно зайти, зарегистрироваться будет на него с понедельника на следующую неделю. Но для этого нужно будет прийти на гвардейскую, значит, 32, получить специальный пароль. И далее вы уже можете не приходить, а с использованием вот этого телеграм-бота отправлять запрос и получать статус своих документов. Более того, когда документы будут готовы, вы автоматически получите сообщение в свой телеграм-чат, для того, чтобы вы точно знали, что вам дальше делать. Сейчас идет разработка чат-бота для абитуриентов будущего года. Кристина Андершина, Леонард Авлитиаров, Ариид Захитаглы, Универ Ньюз.